Его жизнь несет на нитке, а сам думает о прибытке. Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды. С вами я, его ведущий Олег Бурылов. Недавно я узнал новость, что мой тезка, олигарх, ростовщик Олег Тиньков, у него обнаружен рак крови. По сути, это смертельное заболевание. Недавно ему пересадили стволовые клетки, но прошло уже 100 дней, а они не прижились. Прошло 150 и даже 200 дней, а никаких изменений к лучшему не происходит. Я понимаю, что Олегу Тинькову жить на нашей бренной земле осталось не так уж и много. Поэтому я сегодня хочу обратиться к этому презренному в моих глазах человеку, потому что только презренные люди проживают свою жизнь ради презренного металла. Российские олигархи, коррупционеры, воры и жулики и тому подобное. Что такое жизнь? Жизнь, это по сути как подожженная спичка. Вот вроде только что ты ее поджег, вот она вроде и разгорелась немного, а смотришь, уже половина жизни прошла. Еще немного пожил, смотришь, и жизнь уже начинает подходить к концу. И никто не знает, то ли она сама догорит, то ли ее кто-то потушит. На данный момент жизнь российских олигархов в глазах Бога не дороже, чем вот эта обгоревшая спичка для меня. Она не стоит ничего. Почему? Потому что эти люди проживают свою жизнь ради земных богатств и наслаждений. И это подтвердил своим заявлением Олег Тиньков. Он заявил о том, что надо проживать каждый день, получая радость и заниматься спортом. Давайте разберемся подробнее. Спорт только вредит человеческому организму, потому что спорт это повышенные физические нагрузки. Они ослабляют организм, но они делают его сильным. Заниматься надо физкультурой и делать зарядки, проводить пешие, конные, велосипедные прогулки. Возможно ездить на яхте, грести на лодке, на каноэ, в зависимости от тех материальных благ, которые имеются у человека. Получать каждый день от жизни радость. Ну, в принципе это правильно. Но это правило только атеистов. Потому что атеист проживает свою жизнь, ну по сути, только для себя. Это эгоист. Потому что он знает, прожив эту жизнь, не будет ничего. Она закончится. Для меня, как верующего человека, жизнь, конечно, это не только получение, а радость. И хотя я признаюсь честно, я получаю радость от каждого прожитого дня. Я благодарю Бога за каждый прожитый день. Но с другой стороны, я понимаю, что земная жизнь это все-таки урок. Она состоит из плохих моих поступков и хороших. По сути, это как урок в школе. Где-то я получаю двойку, где-то пятерку. Но, независимо от моих оценок, все равно я стремлюсь закончить эту школу с отличием. Как бы там ни было. Я знаю, что после этой земной жизни меня ждет либо рай, либо ад. То есть, вечное наслаждение, спокойствие, как я называю. Либо вечные мучения. И судить, я считаю, все-таки меня будет не Бог, а моя совесть, которая есть в каждом человеке. Потому что в каждом человеке есть душа. А душа это дыхание Божие. Частичка Бога. Поэтому каждому человеку и даже атеисту свойственно делать добрые поступки. И вот сегодня у вас, тезка Олег Тиньков, есть великолепная возможность совершить один из добрых поступков, который для вас, в принципе, немного чего будет значить, но в глазах вашей совести он будет значить многие. Недавно в Москве выселили на Мороз семью, многодетную семью. Пришли полицейские, приставы и стали выдворять вот эту многодетную семью на улицу. Есть видео на канале моего друга Захара Артемьева, журналиста, блогера из Москвы, честно освещающего события в России. Вы можете ознакомиться с этим происшествием. Выложу ссылочку под этим видео. Что я предлагаю? Я предлагаю вам помочь вот данной семье. Я не знаю, сколько они задолжали, может быть, миллион, может быть, несколько сот тысяч рублей. Я думаю, что для вас это смешные деньги. Но тем не менее, эти деньги могут спасти жизнь и благополучие многодетной семьи. Кроме того, эти деньги могут значительно улучшить ваше положение, так скажем, в загробном мире. И последнее. Как говорил Иисус Христос, желаю не жертвы, но милости. Постарайтесь все-таки вот это свое действие, помощь семье, если вы захотите, конечно, его совершить, сделать из милости, а не как жертву. До свидания! С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Иисус Христос. в том вище. Продолжение следует...